В Москве состоялся бизнес-форум «Телеком. Точки изменений», организованный издательским домом «Коммерсант». Ключевыми вопросами форума стали задачи импортозамещения и тенденции развития рынка связи. Основными задачами импортозамещения являются значительный рост конкурентоспособности страны, экономики и благосостояния граждан России. Операторы связи не могут единовременно отказаться от импортного оборудования, и процесс его замещения отечественными аналогами будет происходить постепенно. А сама программа импортозамещения потребует детального долгосрочного планирования и всесторонней поддержки со стороны государства и крупных игроков отрасли. Нужно, чтобы у всех было четкое понимание, что это стратегическая задача государства, и она будет выполняться, как это было в Китае. До тех пор, пока у нас наша любимая фраза, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения, я боюсь, что ничего не будет, когда все знают, что поговорят и прекратят. Третье. Если у всех будет понимание, что это неизбежно, это должно быть сделано, и как граждане этой страны не понимают, что это действительно для их же блага, дальше надо собираться. И очень важно начинать с того, чтобы убирать разрыв производитель-потребитель. То есть надо, вот сейчас Ростелеком и все операторы с госучастием очень с трудом идут на разговоры с российскими разработчиками. У всех есть свои какие-то поставщики, и мы очень часто видим в средствах массовой информации, когда Ростелеком рапортует, что у нас уже где-то там на Урале все на российских производителях. Я просто вижу список этих производителей, некоторые из них приходили к нам в экспертный совет, то есть там далеко не все российское, но это еще очень мягко сказано. Производителям отечественного оборудования потребуются различные уровни и способы поддержки, в том числе льготное налоговое регулирование, долгосрочное финансирование и, наконец, содействие в обеспечении сбыта продукции. Высокий интерес со стороны делегатов форума вызвали вопросы развития сетей нового поколения, конвергенции, технологий связи, развитие цифрового контента и OTT-услуг, активное внедрение которых способно увеличить доходы и капитализацию телекоммуникационных компаний. По мнению компании Jason & Partners Consulting, высокие темпы роста рынка OTT-услуг, который уже отражается в значительном росте доходов альтернативных игроков рынка и росте востребованности услуг среди новых групп потребителей, приведут к значительной трансформации телекоммуникационной отрасли и созданию гибридных мультисервисных бизнес-моделей, предоставлению услуг интернет-связи, онлайн-ТВ и другого цифрового контента и сервисов.